Сегодня Оптимус Агро один из лидеров среди агропредприятий Украины. Многие годы компания входит в топ рейтинги переработчиков и экспортеров сельхозпродукции, которую поставляют в более 20 стран мира. По словам владельца компании Анатолия Мартынова, основными составляющими успеха Оптимус Агро являются выгодные инвестиции в перерабатывающие мощности и их модернизацию, формирование разветвленной элеваторной сети, создание репутации надежного делового партнера и эффективная командная работа на протяжении 25 лет. История компании началась в 1994 году с реализации обмена ГСМ на сельхозпродукцию в Днепропетровской и Запорожской областях. Основным приобретаемым товаром были семена подсолнечника, которые под договор удовольческой переработки поставлялись на Запорожский массажер-комбинат. Результатом успешной деятельности стало приобретение в 1997 году контрольного пакета акций данного предприятия. Оптимус Агро развивался и наращивал обороты. Благодаря приобретению в 1999 году первых восьми элеваторов появилась возможность развивать бизнес по хранению и реализации сельхозпродукции. С этого периода компания начала показывать динамичный рост, сохраняя быстрые темпы развития и сегодня. На сегодняшний день компания имеет 28 элеваторов паспортной мощностью единовременного хранения, 1,1 миллиона тонн силосного и напольного хранения. Элеваторы Оптимус Агро работают со всеми культурами. Каждое предприятие делает 2-3 оборота в год. Практически на всех объектах есть возможность выполнять маршрутные отправки, основная часть которых осуществляется ЖД-транспортом. Компания имеет контракты с портами Николаева, Южного, Одессы, Черноморска, Херсона, Бердянска. Элеваторы не являются дотационными и за счет собственной прибыли полностью обеспечивают свою операционную деятельность и инвестиции в модернизацию. Мы планомерно покупаем сепараторы, меняем транспорт, нори, конвейера. Были приобретены ЖД-весы, способные взвешивать ЖД-транспорт с расстоянием между осями 18 метров. В этом году мы купили два сепаратора БСХ-300, которые позволят нам более эффективно бороться с амброзией в кукурузе. Кроме этого мы работаем над увеличением скорости отгрузки маршрутов. Основным сырьем для переработки Оптимус Агра является подсолнечник. Компания может принимать сырье практически любого качества и благодаря наличию собственных элеваторов формировать отгрузочные партии с ровными стабильными качественными показателями. В Оптимус Агра разработана и внедрена система менеджмента безопасности и качества пищевой продукции и кормов. Предприятие имеет ряд сертификатов. Запорожский маслоэкстракционный завод начал свою работу в далеком 1947 году. К моменту приобретения контрольного пакета акций завода мощности по переработке семян составляли 800 тонн в сутки. Однако компания планировала увеличение производства и занималась модернизацией предприятия. В 2010 году было запущено новое производство с переработкой до 1,8 тысяч тонн в сутки. В дальнейшем завод наращивал производственные мощности и на сегодняшний день его суммарная производительность составляет 2,8 тысяч тонн в сутки. На данном этапе запорожский МЭС имеет мощности по переработке семян подсолнечника 900 тысяч тонн в год. Входит в тот 5 компаний производителей нерафинированного подсолнечного масла и широта в Украине. В 2019 году мы произвели 368 тысяч тонн масла подсолнечного и 332 тысячи тонн широта, что соответственно на 5 и на 2 процента больше, чем в предыдущем году. В планах проведения реконструкции старого производства путем увеличения мощности до 1,2 тысяч тонн в сутки, что суммарно позволит перерабатывать до 1 миллиона тонн семян подсолнечника в год. Данная модернизация позволит кроме семян подсолнечника также перерабатывать такие культуры, как рапс и соя. В 2019 году емкость складов для хранения семян подсолнечника на МЭЗе была увеличена на 33 процента. Построены два силоса по 10 тысяч кубических метров с дополнительным автомобильным разгрузчиком. В ближайших планах завода увеличение складов для хранения сырья и готовой продукции до 60 тысяч тонн. Одной из приоритетных задач Запорожского маслоэкстракционного завода является переход на полное обеспечение потребности электроэнергии и собственного производства. В 2015 году ввели в эксплуатацию ТЭЦ с производительностью 50 тонн пара в час. Установили противодоленческую паровую турбину Ховден мощностью 4,2 мегаватта. В 2018 году провели модернизацию ТЭЦ. На двух котлах установили обдувочные аппараты Клайд Бергман для увеличения межсервисных интервалов и получения стабильной выработки пара с максимальной производительностью. В 2019 году мы модернизировали польский котел Рафака, который работал на смеси газа и Лузги. Поджигание только Лузги. И сегодня мы на 100% обеспечены тепловой энергией, произведенной из собственного сырья и природный газ, являются у нас резервным видом топлива. В текущем году будет произведен масштабный энергоаудит предприятия для оптимизации энергозатрат и повышения энергоэффективности предприятия. В планах компании реализация проекта по установке конденсационной паровой турбины мощностью 3 мегавот. Обеспечить перерабатывающий завод такого масштаба сырьем – задача не из простых. Однако, благодаря слаженной работе коммерческого финансового департаментов, отдел справляется с этой задачей. На сегодняшний день Оптимус Агра работает почти с 2000 сельхозпроизводителями, причем объем поставляемой продукции не является определяющим фактором. Оптимус Агра – экспортоориентированная компания. В 2019 году доля экспорта составила 84% в объемах общей реализации продукции. География экспорта продукции компании довольно широкая. Масло подсолнечное нерафинированное и шонгранулированный и негранулированный используется как добавка к кормам для животноводства, экспортируют в страны Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и другие. В текущем сезоне компания развивает поставки шрота речным транспортом, что снижает стоимость доставки продукции конечному покупателю. Перспективным направлением отгрузок шрота в текущем сезоне в компании считают загрузку контейнеров непосредственно на заводе с последующей отправкой от затаможенного контейнера автомобильным или железнодорожным транспортом в порт. Лузгу подсолнечника, гранулированную, используется в качестве топлива, отгружают в Польшу. В ближайших планах «Оптимус Агро» генерация собственной электроэнергии на Запорожском МЭЗе, мультипереработка, строительство емкостей для хранения сельхозпродукции, реализация нефтепродуктов сельхозпроизводителем и развитие трейдинга зерновых. Разработку стратегии развития общее руководство деятельности осуществляет собственник компании. Моя же задача, как генерального директора, организовать эффективную работу всех структурных подразделений, обеспечить финансовый результат и благоприятный климат в коллективе. По словам генерального директора «Оптимус Агро», профессиональная работа сотрудников компании и поддержка партнеров позволит в дальнейшем сохранять лидерские позиции среди агропредприятий Украины. Продолжение следует...